В Китае подвели итоги Международного фестиваля циркового искусства. В конкурсной программе «Смотра» в городе Джухай принимали участие 27 коллективов из 21 страны. Наград удостоились 9 коллективов. Главный приз «Золотого тигра» завоевали представители страны-хозяйки и России. О них и других триумфаторах фестивалей в репортаж Дали. Международный фестиваль циркового искусства проходит в Джухай уже в третий раз. В этом году он собрал на юге Китая 27 коллективов со всего мира. Два из девяти дней смотра артисты соревновались за звание «Лучшие из лучших». Обладателем высшей награды фестиваля «Золотого тигра» стали представители Китая и России. Шанхайская труппа покорила номером терракотовая армия. Акробаты из московского цирка Никулина на Цветном бульваре первенствовали благодаря постановке «Подкидные доски» под руководством Дмитрия Соколова. Я бы назвал выступление китайских артистов уникальным, особенно если говорить о трюках. Я впервые видел четверной кульбит. В номере российской труппы также было очень много необычных элементов, причем все они были идеально выполнены, очень чисто отработали. Постановка, во-первых, вампирская, потом сложные элементы и опасные, очень рискованные. Поэтому я считаю, что мы заслужили его. С успехом выступили и удостоились наград фестиваля в Дзухае и другие россияне. Серебро с участниками из Австралии за номер «Фристайл» разделили воздушная гимнастка на ремнях Вероника Тесленко и жонглеры Гибадулины, представлявшие Большой Московский государственный цирк на проспекте Вернадского. Третье место получили Наталья Майхровская и Салих Гаязов с номером «Свобода лошадей». Такую же награду завоевали эквилибристы под руководством Алексея Сарача. Еще две бонзы у Владислава Гончарова из Украины за дрессуру львов и акробатов на батуте из Канады и США. Лауреатов и призеров Третьего международного фестиваля циркового искусства в Дзухае торжественно наградили на заключительном галоконцерте. Представления в рамках девятидневного осмотра посетили около 100 тысяч зрителей. Они – Си-Си-Ти-Ви. Си-Си-Ти-Ви.